друзья всем добрый день приветствую вас на своем канале и сегодня хотелось бы обсудить сравнение двух дронов Hubsan Zino Mini Pro и DJI Mini 2 вот данный дрон Hubsan Zino Mini я его использую второй день так как погода сегодня в Москве минус 17 то толком полетать не получилось но на Hubsan я летал много и достаточно давно летаю поэтому представление о них имею и сегодня посвятил день изучению приложения и вообще возможностей данного дрона значит что хочется сказать в целом машинка получилась достаточно интересная много функций такие как актив трек полет по точкам режим съемки интересные night mode то есть ночной режим я поснимал значит с балкона вечером уже тем стегнело то есть результат достаточно интересный сходу вот например если дать два видео какому человеку и предложить выбрать какой лучше то сходу как бы не определить что хочется вообще отметить у Hubsan по сравнению с DJI какой дорогой идет Hubsan мне кажется они пытаются догнать DJI но используя для этого бюджетные материалы даже визуально тактильно на ощупь если взять этот дрон то чувствуется что пластик какой-то вот он дешевый то есть если мы возьмем сейчас уроки DJI Mini 2 здесь тоже пластик я бы не сказал что прям супер-пупер но тем не менее он как-то и на ощупь и ну шершавенький такой приятный сделан более кажется более качественно что ли это только такие визуальные внешние впечатления что касаемо характеристик эксплуатационных то тут можно очень много говорить обсуждать и к однозначному выводу сложно прийти но на мой взгляд в целом в целом DJI конечно это топ лучше Hubsan на данный момент однозначно не скажу что может быть по камере все же камера наверное в чем-то в характеристиках лучше у ZIN матрица чуть побольше точно не помню но там своих проблем хватает у Hubsan жилея присутствует завала горизонта мини такого практически нету мини вообще нет завала горизонта ну первой модели мини 1 вообще не было у моего дрона который я использовал вот у этого бывает очень редко при боковых сильных ну как при боковых пролетах сильный ветер так скажем а в остальном он как бы отличный значит что еще хочу отметить пульты аппаратуру управления здесь пульт он удобный я не скажу что он неудобный сделаны места для стиков то есть их можно открутить убрать сделали место для провода то есть если на первой резине его деть некуда было болтался приходилось постоянно включать здесь можно не отключать а убрать его и спокойно так закрывать и в сумку на пульте вернее экран которого нету у аппаратуры DJI Mini 2 кстати многие профессиональные пользователи дронов очень недовольны новыми пультами вот этими у DJI то есть именно из того что отсутствует экран потому что при потере связи или при потере ну какого-то про какой-то проблемы со смартфоном от соединения то есть не видно ни дистанции ни расстояния не несколько спутников потеряли спутники дрон то есть это кстати да это момент негативный но тем не менее вот данный пульт в руках держать приятнее чем вот этот он удобнее и на ощупь удобней и стики помягче ну и здесь сделано держатель для телефона сверху убирается провод тоже здесь сверху удобно сделано и антенны сделаны в держателе то есть это на самом деле когда телефон сверху намного удобней это касаемо DJI 2 пульта мини-1 ну мини-1 сейчас не актуально но тем не менее у мини-1 пульт похож на данный следующий значит какой хотелось бы отметить это момент с аккумуляторами у хапсана аккумулятор выглядит вот таким образом я уже показывал в предыдущем видео такие вот контакты которые торчат то есть если вы вы вытащили дрон и вытащили батарею и допустим транспортируете дрон без аккумулятора то положит в сумку ли там не знаю чем-то надавив можно погнуть и в принципе это поюзал его вставить неровно невозможно спешку направляющим здесь заезжает но тем не менее если допустим удара еще актуально погнуть то вот зарядник вот такой вот идет в комплекте это стандартная версия такой зарядник он с такими же контактиками то есть вот он вот я вставляю болтается даже вот вставив он так вот гуляет ну как бы не знаю это не серьезно можно реально погнуть причем у хапса есть хап на 4 аккумулятора он выглядит примерно как такая коробочка баночка и вот с такими контактами с такими разъемами по бокам 4 и батарейки одеваются вот так на них точно так же и попасть не могу тут сложно неудобно вот так одеваются по кругу вот зарядник хап вот диджай это не оригинальный ну вернее он оригинальный но в виде не так не так он не оригинальный но точно такой же как оригинальный у оригинала просто идет в комплекте на три батарейки здесь идет на 2 очень удобно все вставляете во первых показывать заряд сразу нужно медленная зарядка один адаптер провод один адаптер в сеть нужно быстрая зарядка 2 адаптер провод все эти все возражается быстро 3 ампера помогла можно использовать как power bank то есть телефон зарядить еще что-то быстрая зарядка написано здесь идет 3 ампера так читать не помню вот то есть здесь продумано плюс еще момент у диджай что первое что у меня что если аккумулятор можно заряжать прям вот непосредственно вставив его сюда ну кстати у диджай тоже контактики торчат у них крышечка открывается здесь здесь этой крышечки нету у хапса этой крышечки нету вот и суда подключаешь провод и в розетку и он заряжается в дроне хапса на же разъем этот разъем используется только для включения компьютера чтобы передать информацию но видео там потому что у него встроенная карта памяти устроена встроенная память вот плюс через разъем подключаются специальным проводом для калибровки таких визуальных датчиков препятствий хапса на очень много калибровок очень много калибровок значит калибровки поехали калибровки компасом гироскоп и горизонтальная калибровка так значит подвес калибровка стабилизатора камеры и также есть гимбл гироскопа дворца от калибраешь и калибровка подвеса гироскопа я ее сегодня делал она делает 710 причем делать столько до того момент до 45 градусов нагрева процессора то есть пока процессор нагрелся 45 градусов до 45 градусов вы можете ее сделать то есть момент тоже такой непонятный значит что еще все а и калибровка значит визуальных визуальной системы позиционирования препятствий как называется visual system то есть зачем столько калибровок я не знаю достаточно не знаю это не дает ему какие-то плюсы потому что диджай всего три калибровки компас ему и подвес стабилизатор все здесь же дофига я на нем полетал на улице чуть-чуть один раз ну летает нормально держится позицию хорошо полетал в помещении в помещении мне не очень понравилось но я скажу сразу я летал еще до всех калибровок то есть я подкалибровал от компас и горизонталка попробовал он как-то так вот немножко плавает может по высоте вниз вверх тем не менее без спутника точку держит и сегодня несет никуда он держит хорошо в принципе в целом надо будет полетать после калибровок пока настроение нет не хочу да вот этот крышечка еще это закрывает радиатор который нагревается не радиатор не так про рассказать нагревается очень сильно от процессора есть кстати фонарик очень интересный тоже такой который включается при взлете и посадке и можно включить его в полете очень удобно когда ты садишься не видишь куда сесть в темноте он реально подсвечивает эта тема да мне понравилось в тот момент что значит касаемо комплектации которые идут у данных дронов я мини-1 и мини-СЕ удерживание рассматриваю потому что это мне кажется дрон даже по камере они не тянут потому что здесь 4к у мини-2 4к а у СЕУ-1 2.7 значит смотрите из коробки хапсан летает очень хорошо он идет сразу на 5,8 он летает до 6 километров в полях заявлено он реально летает на 4-5 километров может улететь в городе спокойно там километр 2 улетает то есть без всяких танцев с бурном как у мини-1 у СЕ даже у того же мини-2 потому что мини-2 идет в коробке из коробки в стойке на 2,4 так как в россии 5,8 официально заблокировано что игнорируют хапсан то есть они почему-то я не знаю как они обходят я не вдавался не изучал у них дроны идут на 5,8 то есть они летают нормально DJI соблюдает законодательство и соответственно дрон идет на 2,4 надо немножко приложить усилий и возможно денег чтобы открыть 5,8 DJI и перевести его в стандарт FCC в стандарте FCC он летает обалденно я думаю не хуже хапсана даже где-то лучше у хапсана выигрыш наверное будет у батареи у него все же батареи побольше у DJI вернем у хапсана здесь 3000 ампер а у DJI у DJI идет здесь не помню сколько она там идет батарейка 2 с чем-то где написано мелко так 2,250 то есть по просто чисто по времени он будет проигрывать ну не по времени а ну по времени полета потому что да заряда будет не хватать быстрее разряжаться будет соответственно время полета будет меньше так же как и дальности вот значит по цене данные дроны уже идут в принципе не такая большая разница вот смотрите если мы возьмем в России официальный официальные цены например у официальных продавцов такие как RS2D например вот у них комплектации идут 53,230 44,360 44,360 это стандартная комплектация с одной батареей как вот эта но эту я взял намного дешевле скажу честно сразу я взял в другом месте новый дрон но намного дешевле на десятку даже на 11000 дешевле вот значит у них 49,680 58,990 с двумя батареями 58,990 то есть комплектации такие вот не дешевые например если взять вот самая дорогая 63,63 да самая дорогая да самая дорогая 63,430 что у меня так не 63,430 значит что в комплект входит давайте посмотрим квадрокоптер пульт аккумулятор 4 штуки аккумулятор для пульта управления ну это бред там нету аккумулятора для пульта управления это они пишут просто зарядное устройство для дроны пропеллеры 8 штук сумка инструкция а такая цена только из-за аккумуляторов 4 четырех аккумуляторов аккумулятор где-то на алишке стоит 4 500 4 200 5 тысяч то есть разный разброс цен вот то есть вы посмотрите если то цены примерно одинаковые официальных представителей ритейлеров как правильных называть цены одинаковые можно на авито дешевле найти на алике соответственно дешевле на али не не смотрю на али как бы я рассматриваю сейчас москву да вот официальный диджай официальный магазин например диджай мск вот у них две комплектации стандарт со 49,990 и 61,990 это комбо с тремя батареями хабом сумкой опять же опять же можно найти дешевле есть дешевле сильно дешевле я вот а у тех же диджай мск покупал стандарт за 43 мини 2 с этими с купонами и купонами промокоды у меня вышло 43 900 или 43 300 не помню уже вот носите линки на видео по распродажам купонам то есть можно найти мини 2 дешевле что выбрать хапсан либо диджай тут уже каждому что нравится но по стабильности наверно все же диджай будет поинтереснее по стабильному то есть у него не будет никаких проблем достал взлетел полетел снимал приземлился у хапса наверно хапсана такие проблемы еще могут возникнуть хапсан пока еще не совсем готов но тем не менее любители хапсана могут его взять для изучения для полетов то есть много единственного единственный хороший плюс у хапса это дальность дальность из коробки летает очень офигительно как бы так дальше буду изучать его еще летать на нем смотреть что да как вот на этом пока наверно все поэтому спасибо за внимание